Так и у нас первый вармап начинается. Точнее походу второй, а возможно и первый, непонятно. Главное, что вармап. Дветочка явно будет у меня не готов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Раздаю моддерки бесплатно без SMS. Всем кроме Диггера. Вот-вот просто вот так вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Алло. Да-да. У нас тут первый вармап отыгрался. Неплохо. Ринель даже не выжил. Ха, кто-то думает, что я реально дал бы ему модерку. Хах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Диггер, тут много кто членов с утрада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или ты предлагаешь, может быть, даже панде давать модерку? Ты что? Что с тобой не так? Панда вообще-то топовый анальный модератор. Это значит, что ему не нужна мода в колледже. Он и так без нее справится. Будет панить людей сразу на твиче. Да. Короче, все, кто выиграл у панды, они все в банах летают. Не завидуешь Райбе. Мне повезло, что не пришлось с ним играть. Ну да. Но ты бы и не выиграл у него совершенно. А что, у них третья вот отменычная армапка идет? Ну получается, что третья, да, но... Видимо, первая армапка считается. Заворота, судя по всему, поставил не вверх, а вверх. Болеть тут особо не заковарить. Все жесткие и опасные. И оба не пасают, эта карта. Карта вообще жесткая. От Ромиты, который скоро умрет. Вот, поставьте лучше свечку за Ромиту, чтобы он не умер. Я бы поставил свечку, чтобы он такие карты не мопал. Ну перестань, у него и так жизнь тяжелая. И его мапки еще обзываешь. Ну, видимо, мапки отображают его жизнь. Такой же рак. Ха-ха. Худун. Скан, я не понял, у тебя что за банник за аморальный юмор? Ну, что ты так скажешь? У нас вообще-то дети на стриме. То есть я. Черт. Точно. Ну, слушай, аморальный юмор это интеллектуальный юмор. Интеллектуальный юмор, как мы поняли, разрешен. А, да, точно. Так что все нормально. Илана. А, Завор сказал болеть за веточку. Значит, болеем за веточку. Я болею за Егорычка. Ну, помянем. Ты, видимо, настолько отстаешь там по стриму, чтобы болеешь за Егорычка? Да. Дело я слишком сильное. Настроил уже свой стрим. Блин. Так, у нас по идее должны наконец-то закончиться вармапы. Если они сейчас четвертый не поставят. Мне кажется, они еще недостаточно размялись. Здесь поможет только 55-минутный марафон от Dragonforce. Ну, мне кажется, это маловато будет. Мне кажется, еще сверху надо апокалиптику на 20 минут добавить. Сколько она там? Неплохая арена, лишь мят. А ты реально настолько отстаешь? Да. Окей. Просто они тут уже, ну, как бы, карты пикают. Я понял. Ладно. Печально, что чат пока не отображается в клиенте. Ну, ладно. Мы будем угадывать, что они забанили, что они пикают. И кто пикает тоже. Пускай они скрины скидывают. Ну... Ну, по-моему, то, что я делал, оно что-то больше не работает, поэтому... ...вместо этого у нас черная коробочка. Ну и первый пик. Это ДТ. Это, скорее всего, веточка. Первый пик от Оренели. Серьезно? Оренели выбрал лав в качестве первого пика? Похоже. Забанили Тетсу. И Даркес чё-то там из ноу-мода. Дарксплейс? Ну, похоже. Окей. Странный, конечно, бан. Ну, ладно. Оренели, видимо... ...боится, что... ...очень плохо отыграет её. Ну, там вроде ничего особо даже сложного нет. Но он же не НО-МОД. Это же верно. Но МОД слишком сложно читать. Поэтому он начал с ДТ. Ну, ДТ хотя бы ХИДЕН можно взять. Это же верно. ...ury... ...последник. Кстати, да, раньше уже чат показывался. Я... Ты уже, видимо, ответил на этот вопрос. Да, я уже ответил на этот вопрос уже дома. Я не знаю, че с ним в итоге стало. Скажем так, надо радоваться, что у нас вообще турнирный клиент работает. Ну ничего, скоро нас забанят за такое. Диггер, не пиши репорт, пожалуйста. Не надо. Кстати, топовая песенка. Меня доставляет. Да, и карта неплохая. Беречка, не свет. Аринальцем режим движется. Судя по всему, это... Только я хотел было сказать, что, судя по всему, Аринальд Афкашнет, и он не стыден. Ну, в любом случае, он выигрывает с отрывом в 200к. Даже в 250к почти. Веточки должно быть стыдно. Да. Проиграть на датапике. Ринелли. Интересно, что он контур пикнет в итоге. Веточка-то? Ну, возможно, хэр. Ну, естественно, он пикнул импризинг. Сразу же. Нифига себе, я угадал. Я прямо панга. Вообще. Предсказываю будущее всего лишь за два месяца саппорта. Пишите уличку. А ты своим бесплатно предсказываешь? Своим за один месяц саппорта. А, ну это нормально уже. И поехала вторая карта. Ринелль HDHR. Ветка просто. Если ветка проиграет тут, это будет очень позорно для него. Ну что... Я думаю, Ринелль не очень хорошо умеет эти карты играть. Но тем не менее, он уже выиграл его нейм. Тринсинг. Вроде как. Вот. Я не помню, чтобы Ринелль играл импризинг в этот раз. Нет, они играли с Веточкой. Веточка. Сосал. Мягко говоря. Если я не ошибаюсь. Ну, возможно, в этот раз Веточка играет получше. Все-таки в этот раз хотя бы готов. Ну, что в принципе видно, потому что у ветки АК 96, а у Ринелли 84. Хоть они оба идут на ПК. Так что Ринелли явно не спасет даже хитр. Если, конечно, ветка не мистит. В чем я сомневаюсь. Шладик, Шладик. А ты на старте сколько набивал вообще? А что? Ну, с тобой в мульти 900 комбы у меня было. 900 комбы? Ну, да ладно. Я не подумал. Ты там все выбираешь карты, которые будешь против него играть? Да, я стратегию против Шладика равноматывал. А с чего ты взял, что Шладик вообще будет с тобой играть? Возможно, ветка его победит. Нет, я вижу Шладика. Вообще, нью-лэп просто сэпплится с противником насчет банов против Тьма. Да-да. Это нормально. Это срота такая, Шладик. Это смеша. О, ветка миссит. О, а Ренели умирает. Ладно. Эх, ветка, ветка. А где же ФК? Что же за дела такие? А, Ренели там даже спейлил? Неплохо. Да. Ну, и ветка побеждает. С неплохим таким отрывом. Так, какой же будет второй пик? Эээ, третий пик. От Ренеля. Шлад, ты там разминаешься? Да. Правильно. И третий пик Чатрил. Довольно скучно со стороны Ренеля, как по мне. Мог бы выбрать что-нибудь поинтереснее. С джихидом, например. Который не забанен почти. Ну, Чатрил под Чатрил. Кстати, Арина, я нормальную комбу набил. На импринтинг. Да, он почти что могил ФК-шнить ее. Ну, Чатрил. Ака. Ака. Ака и он слился в конце еще к тому же. Фига, там драма в чатике. Мне кажется, что я вылечу по-любому. У меня что-то сейчас слишком плохо. Жабы, я не оправдаю твоих надежд. Посмотрим, я тоже не оправдаю твоих надежд. Ну, короче, я понял. Побеждает Ветка в итоге. Сначала надо через Ренеля пройти еще. Пройти через Ренеля это сложно. Да-да. Ветка опять неслит в самом начале Чатрил. Он это уже делает который раз подряд. Диггер, Модурку надо заслужить. Дам Модурку, если отыграешь шоу-матч с Пандой. Где доната в 40 тысяч? А, ну это тоже. На призы пойдет, Базарер. Отвечаю вообще. Это точно. Мамои клюны. Да. Очень честно куплю по саппорту. Не знаю. Каждому первому месту. Побежать домой. Ну, слушай, секретный Модкул. Мы подумали об этом. Мы поняли, что секретный Модкул немножко сложно сделать, когда создатели Модкулы играют в турнир. Редко после своих каких-то странных щекнес в начале продолжается кашет. Редко пространство. ДИНАМИ. ДИНАМИ. Продолжает месить новую иголочку. Веточка, кстати, тоже в начало не попал, как и я. Ты про 4 час? Да. Да, он в начале как-то странно проспанил мимо вообще. Там сложно очень попасть в рейдер сразу же. Ну да. По крайней мере, Оренель неплохо рисует. Кстати, шлад, я тебе рекомендую перемотать стрим немножко, потому что ты отстаёшь, по-моему, слишком сильно. Ветку в форме держится, набирает 1300 комбэй и арку почти 98. Вот, у меня сейчас 1200. Чтоб ты понимал, насколько я деграднул. Хорошо. Да, в Оренель, так явно уже нет шансов. Я даже продолжать месить. Ну это как у меня против жаб тут. Только если я даже не нависал, то бы ты всё равно обстрел. Да. Ну да. У-у-у, верха миссия. Правда, это уже ничего не изменит, но как так. Тетсуо в бане. Тетсуо в бане, да. Это не сильно. На самом деле, я бы посмотрел Тетсуо, как бы ветка собран Тетсуо. Ну, я так понимаю, он не готов к имени. Да, но у него не очень разные ходят. Кстати, про Тетсуо я ни разу не играл вообще. На турнире или в принципе? В принципе? Надо будет сыграть сейчас. Окей. Поэтому размолчай немного. Окей. Ну и побеждает Веточка. Как обычно, пикает Хардброк. Oriental Shade. По-моему, Аринель говорил, что он эту карту вообще не может нормально играть. Поэтому... Я даже не уверен, что он мне паснет. Ну, посмотрим. Завар, ну, может, он надеется на победу еще? Ха-ха-ха. И карта начинается с дикого спама с обоих сторон. Правда, если ветка начинает выравнивать свою арку, то кремень, по-моему, даже не пытается. Шлат, почему ты просто не убьёшься? А чё, я сила, она улетает. А, то есть ты уже сдался? Да, я так сыграю просто для вида. А, ну я так же... Да, я уже сдался. Слушай, я так же с веточкой играл, в принципе. А со мной? Ну, с тобой ты меня стратегическими пиками задавил. Я уже не помню, чё я бросил тебя пикал. Ты пикал второй пик в Хидоне, который только ты с Оринелем можешь играть. Ты брал Спаркл, который я не люблю, и чё-то ещё было. Понял. В принципе, если бы я там на импритинге тебя не слил, может быть и... Ну, барабы случилось, да. Вот главное. Вот главное. Про результат... Про результат этой карты можно даже не говорить. Всё и так очевидно. Веточка, по-моему, даже фокашнул эту карту. Да, он её фокашнул с Акой 93.72. Тогда как Оринель... Оринель, как всегда. Сочные 80%. Я так понимаю, Оринель решил сдаться, выбрав Magnetic Shift. Потому что хэр-пик со стороны Оринеля, это довольно странно. Против веточки. А чё ему остается брать? Ну, он мог, конечно, что-то взять какой-нибудь. Но может, ему просто лень играть те же матки, которые он пикал против Егорыч. Мне кажется, он просто уже сдаётся. Потому что, видимо, думает, что сейчас он сыграл бы хидден карту, а потом бы всё равно был бы Magnetic Shift. Я не знаю, если честно. В любом случае, странный пик с его стороны. Ну, ладно, посмотрим. Может, он к нему готовился, на самом деле. И сейчас, наоборот, порвёт фетку. Так внезапно. Сидел в офлайне и занорачивая. По 400 прайв. Он теперь эсэсует её со скорой в 2. Ну, вот как обычный хордо. Файлнель. Всё-таки так. Шахта поначелу как обычно у всех Немножечко не трамает Немного налады ноги Немного налады ноги Немного налады на свет Арина не решил поиграть в Минго Он по-моему решил поиграть в Минго когда он начал играть в ВОЗ Просто сразу Играет тоже сверх своего ранга как раз таки И чисто Минк Такой ВОНОБИНИНК Детка держит свой комбо Ринель держит свои коронные восемьдесят Маловероятно что Ринель здесь запомбыщит Поэтому мне уже надо готовиться Тебе уже надо не готовиться а руму создавать Ча я внесу всех в сбору В принципе ты уже можешь вносить потому что тут в принципе все очевидно Если конечно ветка просто не стоит То есть один закинул ВОЗ Он принес по моему Да он принес Ну напиши ему в личку Ринелю или ветке Пусть скинут, пока не вышло. Ну, сейчас они закончат скинуть. Они закончили уже. Ветка фокашит карту на 93% Аки. Ринель начал набирать комбо под конец, но это его уже не спасло. И веточка побеждает в этом матче. Дальше у нас будет матч Веточка против Шладика.